В этом видео я соберу все требуемые характеристики всех доступных на сайте fl.ru конкурсов. В прошлом видео я показывал код, который собирает содержательные характеристики одного конкурса, а также репутационные характеристики заказчика этого конкурса. Теперь возьму итоговые чанки каждого из предыдущих трех скриптов, объединю их в один и дополню кодом, который, во-первых, проходится по всем доступным страницам списка конкурсов и, во-вторых, собирает промо-характеристики конкурсов. Смотрите, список конкурсов занимает одну страницу, вторую страницу, третью страницу, переход на четвертую отсутствует, но переход отсутствует сегодня. Месяц назад был переход на четвертую страницу. Месяц назад актуальных конкурсов было больше, поэтому было не три, а четыре страницы списка конкурсов. Мой алгоритм учтет тот факт, что число страниц списка конкурсов может варьировать. Общий смысл скрипта. Сначала алгоритм проходится по всем доступным страницам списка конкурсов и выгружает с этих страниц промо-характеристики конкурсов и URL-адреса конкурсов. Это предварительный чанг и затем итоговый чанг. Получается таблица, в которой присутствуют URL-адреса и промо-характеристики конкурсов. Опираясь на эти URL-адреса, применяю код, составленный из итоговых чангов предыдущих трех скриптов. Очень длинный код, но если вы смотрели предыдущие видео, то он вам знаком. Правда, в нем есть одно исправление и одно дополнение. После того, как все характеристики доступных на текущий момент конкурсов выгружены, получившийся DataFrame сохраняю в Excel-файл. Причем в имени Excel-файл я учитываю текущую дату, чтобы в дальнейшем агрегировать DataFrame за разные даты выгрузки, чтобы все больше и больше наращивать агрегированную базу конкурсов. Рассказываю детально о скрипте. Активирую много пакетов. Пакет DayTime нужен для автоматического определения текущей даты. Эту дату буду использовать в имени итогового Excel-файла. Пакеты Pandas Re-Requests обсуждал в прошлых видео плейлиста. Пакет Time нужен для приостановки исполнения скрипта. В некоторых местах скрипта я буду приостанавливать его на четверть секунды. Это вторая мера маскировки моего автоматизированного запроса к сайту FL.ru под запрос обычного пользователя. Первая мера маскировки это использование headers, а именно cookie и user agent. Пакет Traceback нужен для детализации. Ошибок подробнее увидите чуть позже. И класс BeautifulSoup пакета BS4 тоже знаком из прошлых видео плейлиста. Определяю объект Pause, чтобы в дальнейшем приостанавливать исполнение скрипта. И объект Request Parance, чтобы подать в аргумент headers. Формирую новый датафрейм. Определяю URL-адрес первой страницы списка конкурсов. Смотрите, здесь предполагается номер. Здесь я определяю номер 1. Внимательные из вас обратили внимание, что первая страница не содержит номера. Но если я явным образом определю, что page равна единице, то это как раз и будет первая страница. Приступаю к выгрузке промо-характеристик конкурсов и их URL-адресов сначала с первой страницы. Это пока что вспомогательный код, который потом пойдет в итоговый чат. Для чего? Уже знакомым вам из прошлых видео плейлиста способом, а именно методом getPacketRequest. Подаю запрос по определенному URL-адресу. Использую headers. Результат сохраняю в объект Response. И затем выгруженный текст подаю для распарсивания класс BeautifulSoup. В распарсенном HTML-коде нахожу tagDiv с атрибутом ID и содержимым Project List. Здесь я проверяю, приводит ли это строчка кода к пустому списку. Очевидно, что на первой странице список не пустой, на второй тоже не пустой, на третий не пустой. А на четвертой сегодня пустой, потому что на сегодняшний день активных и доступных аудиторий конкурсов набралось на три страницы, а в другие дни бывает на четыре. Не исключаю, что в какие-то дни и на пять страниц. В любом случае, это условие станет основой цикла, который чуть ниже будет проходиться по всем заполненным страницам списка конкурсов. Но пока что продолжаю работать с первой страницей. Посмотрите на этот код. Он выглядит похожим на коды из предыдущих видео плейлиста. Казалось бы, обычная ситуация применения методов пакета bs4 для вывода фрагмента HTML-кода. Я надеялся получить здесь фрагмент, соответствующий краткому описанию одного конкурса. Вот этого конкурса. Вызываю веб-инспектор, нахожу эту область, tagdiv, атрибут класс и содержимое включает bpost. Что я вижу в выдаче? Действительно, я вижу этот конкурс, но я вижу и конкурсы, которые расположены ниже. Графическое окно для приглашения друзей. Графическое окно для приглашения друзей. Это следующий конкурс. Посмотрю на последний блок. Вот последний блок. Действительно про последний конкурс. Дизайнеры-полиграфисты. Прокручиваю вниз. Дизайнеры-полиграфисты. Получается, что этот мой код выводит интересующий меня конкурс и конкурсы расположены под ним на текущей странице списка конкурсов. Меня это не устраивает. Поэтому я перестаю опираться на html-теги при распарсивании интересующих меня фрагментов html-кода. А перевожу html-код снова в текстовый формат методом str. Всю вот эту конструкцию, за исключением индекса, помещаю внутрь метода str, чтобы применить к ней метод split. По тексту bpost-пробел смотрю на нулевой объект из получившегося списка. Он, конечно, не годится. Вот он, первый элемент. Зато следующий элемент вполне годится. Это как раз фрагмент текста, бывшего раньше html-кода, в котором содержится краткое описание одного конкурса. А именно, необходимо придумать красивое оригинальное название для фирмы бла-бла-бла. Это первый конкурс на текущей странице списка конкурсов. Из этого фрагмента я достаю при помощи regular expressions, а именно метода find all этого пакета, достаю фрагмент url-адреса этого конкурса. Только фрагмент не целый url-адрес, потому что здесь в этом тексте представлен только фрагмент без доменного имени. В дальнейшем я дострою url-адрес до полного адреса. А пока что записываю в объект с названием blocks. Список получен как раз после применения метода split к html-коду, превращенному в текст. blocks — это список из текстовых элементов. Каждый текстовый элемент, кроме нулевого, содержит в себе бывший html-код, относящийся к одному конкурсу со страницы списка конкурсов. В этом цикле происходит проход по элементам списка. Список — каждый из элементов списка. Поскольку я заранее знаю, что в нулевом элементе списка отсутствует информация о каком бы то ни было конкурсе, я встраиваю внутрь цикла конструкцию tryAccept, чтобы она обрабатывала такие ситуации. Потому что если информация о конкурсе отсутствует, то эти строчки кода исполняться не будут. А также использую метод printEx для того, чтобы идентифицировать возникающую ошибку. Вдруг помимо ожидаемой мной ошибки возьму какие-нибудь еще ошибки. И для дополнительной визуализации, для понимания того, на какой итерации происходит ошибка, я ввел этот итератор j исходно. j равен нулю. Он будет увеличиваться на единицу на каждой итерации и отображаться в этом принте. Содержательная часть тела цикла. Во-первых, из текстового блока текущей итерации достаю частичный URL-адрес или, правильнее сказать, относительный URL-адрес конкурса из текущей итерации и достраю его до абсолютного URL-адреса посредством добавления доменного имени. Это текстовый объект. Исходно это список, из которого я достаю нулевой объект, который является тоже текстовым. Вот такой. Текстовый объект конкретинируется с текстовым объектом. Этот текстовый объект становится индексом формируемой строчки датафрейма. На итерации номер 0 формируются столбцы, а затем они пополняются. Столбцы из закреп конкурса, срочность конкурса, цвет конкурса. Это как раз промо-характеристики. Проверить их наличие у конкурса текущей итерации нетрудно. Достаточно поискать внутри соответствующего текстового блока. PostPin.orgently.png. Это картинка, которая написана срочно. И вот такой текст, который отвечает за то, чтобы блок этого конкурса был выделен цветом. Действительно, на итерации номер 0 возникает ошибка, потому что не срабатывает пакет findAll, а точнее он срабатывает, но там пустой список, и он поэтому не индексируется. Ошибка. А все остальные блоки дают информацию. Вот здесь вы видите везде фоллс. Ни у одного конкурса с первой страницы нет никаких промо-характеристик. Давайте поменяем текущую страницу с первой на вторую. Там есть промо-характеристики у некоторых конкурсов. Для этого я здесь меняю i с единицы на двойку, перезапускаю этот чанг, возвращаюсь в чанг, где формируются блоки, и перезапускаю цикл. Смотрите, на этой странице второй сверху конкурс должен быть обозначен как срочный. Давайте проверим. Перехожу на вторую страницу. Действительно, срочный конкурс. А вот конкурс выделенный цветом. Посмотрим, отражено ли это в моем дата-премиуме. Да, вот этот конкурс. И чтобы все было максимально прозрачно, покажу веб-инспектор для этого конкурса. Посмотрите, пожалуйста. Вот тот самый текст, бипост, нижнее подчеркивание, биджи, эппп и так далее. Который отвечает за выделение цветом. А выше конкурс, у которого пиктограмма срочно. Посмотрим на нее. Действительно, вот эта картинка и очень-то точка пинг. Теперь все чанки, о которых я рассказывал, прошедшие пять минут объединяю в один итоговый чан. И не просто объединяю, а оборачиваю циклом while, посредством которого прохожусь по страницам списка конкурсов. Есть нюансы в том, как я организовал работу этого цикла. Казалось бы, все как обычно. Есть итератор i. Исходно он равен единице, потому что первая страница, эта страница, пейдж равно один. Но условия работы конкурса бесконечны, пока i больше нуля. i будет всегда больше нуля, потому что итератор изменяется таким образом. i равняется i плюс один. В чем смысл? Смысл в том, что цикл будет работать до тех пор, пока не найдется страница, на которой нет вот такого HTML-кода, который я уже показывал. Другими словами, пока не найдется страница, на которой нет тега div с атрибутом id с содержимым project list. Я снова на первой странице, перехожу на вторую страницу, перехожу на третью страницу, которая является последней. И принудительно в адресной строке перехожу на четвертую страницу. В этой странице есть информация, но не та, которая мне нужна. И если я вызову веб-инспектор, попробую найти здесь как раз тег div с атрибутом id и с содержимым project list, конечно, я не найду здесь такой тег, и мой алгоритм не найдет, поэтому цикл через break закончится. А перед этим выведется сообщение, что страница номер 4 пуста. А вот и эта часть наследуется из предыдущих чанков. Вспомогательных чанков видно 1.1, 1.7 и 1.8. Я уже запустил и этот итоговый чанк. Раз ошибка, два ошибка, три ошибка. Каждая из трех страниц списка конкурсов в начале, как вы помните, дает блок 0, в котором нет информации о конкурсе, и поэтому возникают ошибки. А остальные блоки в итоге формируют датафрейм, состоящий из 86 строк, каждый из которых содержит в себе некоторые характеристики конкурсов, а именно гибридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридр предыдущих трех видео этого плейлиста. Каждый из трех скриптов завершался итоговым чанком, своим итоговым чанком. Код из каждого этих трех итоговых чанков я собрал в этом супер итоговом чанке. Отсюда начинается код, скопированный из предыдущих скриптов, и заканчивается он... заканчивается. Он все никак не заканчивается, наконец здесь заканчивается. А весь этот код обернут в цикл, который проходит по URL-адресам конкурсов. Вот как раз по этим URL-адресам. Для визуализации принятится URL-адрес каждого проекта, после чего алгоритм засыпает на четверть секунды, для того чтобы обращение к серверу FL.ru не выглядело подозрительным из-за слишком высокой частоты запросов. Если вы смотрели предыдущие три видео плейлиста, то эти строки кода вам знакомы. А если не смотрели, то посмотрите. Для распарсивания выгружаемого кода страницы каждого конкурса я использую, во-первых, встроенную в Python конструкцию in, типа такой, во-вторых, методы пакета bs4 и, в-третьих, методы пакета regular expressions. Есть, однако, одно исправление и одно дополнение в этом супер итоговом чанке относительно кода второго скрипта, который писался во втором видео. И я добавил под второе видео скрипт 2, нижнее подчеркивание 1, где эти изменения тоже отражены. Что это за изменения? Во-первых, я подумал, что для дальнейшего анализа с точки зрения построения предиктивных моделей важно различать конкурсы, по которым закончен прием заявок, и конкурсы, по которым не закончен прием заявок. Поэтому я добавил сюда характеристику, закрыт ли заказ. Она формируется очень просто, посредством конструкции in, банально, в HTML-коде страницы, переведенной в формат текста, ищется формулировка заказ закрыт. И одно исправление. Исходно я не обратил внимания, что на странице каждого конкурса, к которому есть комментарий, вот это число — это не число комментариев, а число ветвлений комментариев. А посчитать число самих комментариев — это задача чуть посложнее, чем взять это число. Я решил считать комментарии по их датам, которые на странице выражены таким образом. И для этого я использовал методы пакета Regular Expressions. Посмотрите, такой стандартизированный текст, квадратная скобка, причем экранированная, цифра в количестве от одного и больше, точка экранированная, цифра в количестве от одного и больше, точка экранированная, цифра в количестве одного и больше, вертикальный слэш экранированный. Проэкранирование можете посмотреть в предыдущем видео плейлиста. Опять же, цифра одного и больше, двоеточие, цифра, закрывающая квадратные скобки. Все это экранировано. Получается список в результате работы метода findAll, длина которого считается и записывается в столбец число комментариев. Пока работает этот чанк, обращаю ваше внимание на большое отличие сбора нереактивных данных от традиционного социологического инструментария. В традиционном инструментарии, если в нем допущена какая-то ошибка, неточность, после сбора данных исправить эту неточность трудно или невозможно. В случае же веб-скрайпинга всегда можно поправить инструментарий и пересобрать данные. По-моему, это здорово. Вы видите, пока что пара десятков проектов обработана и их характеристики выгружены. Сбор идет не слишком быстро, поскольку я использую засыпание алгоритма. Кроме того, в левом верхнем углу этого чанка вы видите такую команду %%Time. Это встроенная в Python команда, которая позволяет оценить длительность исполнения чанков. Чисто для себя, я ее оцениваю, и в конце работы алгоритм этого чанка будет выведен в длительность его работы. Когда чанк отработает, появится датафрейм со всеми исковыми характеристиками 86 на сегодняшний день конкурсов. Этот датафрейм будет сохранен с учетом текущей даты. Вот такая сложная конструкция из последовательности методов пакета DateTime позволяет получить текущую дату в формате 4 цифры года, 2 цифры месяца, 2 цифры дня. Эта дата в формате текста с переменной вставкой пойдет в название файла. Для чего нужно, чтобы название файла с одной стороны было стандартизованным, а с другой стороны привязано к дате? Для того, чтобы на регулярной основе выгружать характеристики конкурсов, которые будут в дальнейшем появляться, я рассчитал, что есть смысл выгружать примерно раз в 3 недели. Тогда список конкурсов практически полностью обновляется. А с другой стороны не теряются в промежуток между одним и другим замером, не теряются никакие конкурсы. Таким образом, примерно каждые 3 недели у меня в папке соответствующей будут появляться новые файлы с характеристиками конкурсов. Эти файлы я агрегирую в один, чтобы в дальнейшем с ним было удобно работать. И встанет задача создать такой алгоритм, который будет проверять, собрал ли он уже какой-нибудь файл или еще не собрал этот агрегированный файл. Можно, конечно, собирать каждый раз все файлы, которые хранятся в папке, но это не амбициозная задача. Гораздо интереснее написать такой алгоритм, который будет проверять, собрал он уже тот или иной файл или еще не собрал. И такой алгоритм я презентую в следующем видео. Пока что покажу результат одного из таких замеров. Примерно такой же файл я демонстрировал в первом видео плейлиста URL-адреса проекта. Промо-характеристики, содержательные характеристики и репутационные характеристики заказчиков. Примерно. 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 По.